Включил запись. Друзья, я включил запись. Это означает, что начинается формальная часть нашего вебинара. Хотя я чувствую, что вот эти предварительные обсуждения тоже бы хорошо записывать, потому что их через какое-то время будет интересно смотреть. Я, пожалуй, буду их тоже записывать, если вы не возражаете. Но это уже со следующего раза. Итак, я включил видео. Я попрошу всех, кроме организатора и Климова, отключить эти самые микрофоны, потому что они вам сейчас не понадобятся, а микрофоны мешают этим ведущим, выступающим, мешают выступать. Итак, сегодня 14 апреля 2021 года. Московское время 16 часов 3 минуты. Я несколько слов скажу. Сегодня у нас круглый стол на тему особенностей колебательных процессов в сверхъединичных реакторах. Ну, тут вот хотелось бы несколько слов сказать. Вот круглый стол. Ну, все, может быть, знают, но все-таки скажу, что, видимо, понятие круглый стол ученые привлекли из средневекового, так сказать, оборота, когда рыцари собирались за круглым столом для того, чтобы не было какого-то человека, какого-то места выделенного. Поэтому круглый стол. Значит, вот в научных сообществах тоже такое понятие. Хотя, конечно, у нас круглого стола никакого нет. Мы совершенно в разных точках даже мира. Ковач сейчас в Хельсинки и так далее. Мы от Омска до Марселя через Хельсинки, через Киев, через Москву и так далее. Вот в разных местах мы сейчас располагаемся. Ну, и сегодня у нас семь рыцарей будет выступать. Вот. И это все участники, это все люди активно экспериментирующие. Поэтому вот Анатолий Иванович об этом, собственно, говорит. И вот этих людей мы сегодня и послушаем. Те, кто не просто рассуждают, а те, кто имеют и фактические данные о том, о чем они рассуждают. И это будет очень важно. И мы это почувствуем сами. Вот. Потому что мы увидим, что это очень важно. Теперь вот об этой теме еще два слова хочу сказать. Вот особенности колебательных процессов. В моей голове, вот она, эта тема, возникла в 2015 году, когда мы были довольно большой командой на ICCF-19. На ICCF-19. Это было в 2015 году. Ну, и вот там и Климов был, и Зателепин был, и Баранов был там. И, кстати, был Юрий Николаевич Бажутов. Вот. И Бычков. Нет, Бычкова там не было, по-моему. Вот. Ну, Годин там был. Много-много людей было. Тарасенко был, Тарасенко. Тарасенко был там. Ну, еще я многих, наверное, даже не упомя. Пархомов был. Ну, что-то мало-мало совсем ездили по иностранцам. Совсем. Один Бажутов был. Подожди, ладно. Я говорю. Дай мне договорить. Вот. Я понимаю, что поговорить хочется. Позволь мне сказать. Это 2015 год. И там вот такое интересное было выступление английских, по-моему, там, авторов, которые говорили о том, что вроде бы какое-то слабенькое, иногда что-то они там какие-то регистрируют радиосигналы, идущие из никель-водородного реактора. Я эту статью видел, естественно, они выступали там. Ну, как-то она на обочине была. Ну, вот тут надо сказать, поблагодарить Сергея Година, который, вот когда мы делали обзор на семинаре у Самсоненко вот этих конференций, он обратил особое внимание на вот эту работу, и я ему благодарен, потому что она лично меня сильно подстегнула и стимулировала. И мы через некоторое время с Барановым нашли подтверждение этому, во-первых, а потом и рентгеновские там и так далее, и так далее. Климов там много чего намерил, рентгеновского. Но вот для меня лично первое, это была вот эта работа на ICCF в 19-2015 году. Ну, и вот эта тема, она очень-очень важная. Сейчас это, ну, так сказать, общее место. Каждый знает, что там что-то такое колеблется, разные колебания в разных спектрах они идут. Но вот, представляете, всего 6-7 лет назад это было как-то не очень очевидно. Вот мы все-таки очень сильно развиваемся. И вот сегодня хотя бы какие-то обрывочные данные, такое лоскутное одеяло у нас получится, но тем не менее это будет очень интересно, я уверен. Анатолий Иванович, ну, тебе слово. Давай, я тебе сейчас дам право вывешивать свой экран. Начинай выступление. Можно это самое? Да, можно вывешивать, да. Я эту демонстрацию пробую вывести. Давай, включай. Запустил демонстрацию. Молодец, так. Так, ну, ты меня научил, как? Так, теперь с вашего. Сначала. Значит, уважаемые коллеги, Ну, Валерий Николаевич затронул такой пласт очень мощный, я думаю, который не в состоянии ответить ни один из докладчиков, потому что у нас у всех свои точки зрения. Но вопрос правильный. То есть вот, значит, я, к сожалению, должен извиниться, потому что, ну, вот в последнее время такую презентацию, которую хотелось бы, доходчего, чтобы дошло до всех, значит, подготовить. Ну, я просто не подготовил. Обычно я тщательно готовлюсь, но здесь, извините за небрежность, так сказать. Но что для меня было очень важно. Значит, вот, вы знаете, что мы работаем в основном на плазменно-вихревом реакторе. Я даже здесь картинки его не привел. Вот только сейчас могу показать, что это плазменно-вихревой реактор, в котором плазма создается в газовом вихревом потоке. Ну, и основным материалом кирпичик, который, собственно, ну, все мы знаем, что там основных кирпичиков вот сейчас в современном холодном синтезе, или мы еще не знаем, как правильно все это называть, направление, три. Первое, это, значит, что я имею в виду? Это крути, не крути, водород нужен, так сказать. Хотя вот Пархомов говорит, можно там комбинаторику делать, все, что, как вы угодно. Но я думаю, что, значит, все-таки пока во всех реакторах в том или ином виде содержится водород. Причем раньше считали, нужен, чтобы шли ядерные реакции дейтерий. Но на сегодняшний день уже большинство уверены, что можно против вот этот простой водород может гораздо лучше работать, чем дейтерий. Это первое, значит, несомненно. Второе, ну, самый писк моды и самые лучшие результаты сейчас получены в нано-пленках и нано-структурах. Это нано-частицы, которые мы должны родить в этом реакторе. Гетерофаза, значит, которая претендует на роль вот неких необычных антенн, излучателей, о котором вот Валерий Николаевич, наверное, будет более подробно говорить. Ну и третье, значит, компоненты, значит, хотим мы или не хотим, это, значит, вот некие, так сказать, реакции происходят, высокоэнергетичные, но об этом свидетельствуют те излучения, которые, значит, наблюдаются. То есть вот прежде всего это мягкий рентген. То есть это не просто там химия какая-то, значит, с водородом образование гидридов, но люди видят трансмутацию и выделение энергии. То есть все эти вот, ну, свойства холодного синтеза, большую наработку гелия. Значит, вот, ну, вот, к сожалению, третье не видит. То есть ядерных реакций как таковых, вот, нейтронов не видит, протонов не видит. То есть вот оставляет желать сомневаться, что это все-таки ядерная реакция. Вот, поэтому вот, ну, все-таки, значит, основной результат, который меня как-то вот все время муссирует и на чем я, собственно, хочу остановиться, это вот, значит, представлено здесь, и вы видите. Я уже о нем рассказывал, значит, вы помните, что если мы, к моему реактору вихревому, мы, по сути дела, это труба, к этой трубе пристыкована еще длинная, измерительная к соплу кварцевая трубка. Ну, почему кварцевая? Теплоотвод у нее, так сказать, очень плохой, и можно надеяться, ну, если еще теплоизоляцию сделать, ну, потери будут через стенки очень маленькие. Поэтому, когда мы калибруем этот реактор, мы видим, вот, допустим, на аргоне, вот это вот, значит, чистый аргон, значит, в этой трубке температура держится, ну, практически постоянно, там, до одного-двух метров, там, пристыковывали, значит, она не меняется. Но когда начинаешь водородосодержащий, мы вот используем водяной пар, в котором полно, значит, водорода. Ну, чудеса да и только. То есть мы видим, как вот температура, там, с 500, с 900 градусов, начинает резко-резко-резко уменьшаться до 158, и вот зона, где, значит, К больше единицы, значит, то есть это вот коэффициент COP, значит, Coefficient of Performance, значит, ну, КОП там слегка руки Пархова, он, наверное, значит, на русском языке, так сказать, вот наши исследователи. КОП больше единицы вот здесь, а все остальное, это КОП меньше единицы, так сказать, ничего хорошего не получается. То есть вот, значит, вот если мы здесь вот ставим теплообменник водяной, мы получаем хорошие результаты. А вот если вот теплообменник большой, там, да, длинный, он, так сказать, и габариты у него большие, то выше единицы получить практически невозможно, всегда меньше единицы получается. Значит, ну, и встает вопрос, что это такое, что это за реакции, которые здесь вот, ну, вообще-то говоря, нам дают повышенный выход тепла, а здесь вот эта плазма наша настолько охлаждается, что вот, ну, значит, вообще-то даже проектировать реактор на КОП больше единицы, на мой взгляд, бесполезно. Ну, и первое, что у меня пришло, вот последнее время, значит, и хотел с вами поделиться и посоветоваться в первую очередь, это вот, значит, ну, вот в нашем институте, ну, это не секрет, значит, вот, целый, у нас объединенный институт высоких температур, целый институт, значит, вот, экспериментальной электродинамики работает над сферматериалами, то есть материалами, которые, значит, метаматериалы, которые способны, электромагнитные волны, с ними делать чудеса, так сказать, делать поглотитель и делать вот из самолета невидимку. Значит, ставка сделана на вот эти, значит, сверхматериалы, значит, с легкой руки веселага, это вот эти материалы имеют, значит, эпсилон меньше нуля и мюн меньше нуля. Ну, понятно, что если эпсилон меньше нуля и мюн меньше нуля, то по формуле плотинга у вас получаются странные вещи, когда вот электромагнитная волна падает на вещество, значит, обычная электромагнитная волна, она нагревает его, а, значит, это отбирает температуру, вот, значит, тепло. Ну, я там сразу вот сюда пытался, думаю, а может быть, тут есть генерация какого-то излучения, которого мы-то и не сможем даже и зафиксировать, нужны специальные антенны. Вот, Валерий Николаевич, обрати внимание, что, так сказать, вот мы ищем в электромагнитном излучении, так сказать, где правые волны, а не дай бог, если действительно эта среда генерирует левые волны, то зафиксировать его обычными антенками, обычными приемниками будет крайне сложно. Я хотел вот немножко уделить на это внимание, что, может быть, у нас и излучается там в инфракрасном диапазоне, там, киловатты. Но как это зафиксировать-то? Вот. Ну, и вот, ну, я уже сказал, эти вот вещества, эти покрытия используются сейчас на современных вот самолетах, значит, невидимках. Вот. Ну, вы видите, вот здесь вот генерального конструктора фирмы Сухова, вот Логарьков, это директор вот Института экспериментальной электродинамики, а это Фортов, наш бывший директор, так сказать, нашего объединенного института. Вот они демонстрируют этот самолет. Значит, итак, два слова все-таки о этих необычных волнах. Ну, вот, понятно, что такое левые волны. Если, значит, вот у вас есть вектор распространения К, значит, если у вас есть, значит, H и E, то, ну, мы в электродинамике привыкли к правой тройке векторов, а здесь изображена левая, и вектор потенка направлен в обратную сторону, как я сказал. Значит, вот, вот это нормальные электромагнитные волны, с которыми мы привыкли работать, это, значит, вот левая, правая тройка векторов, и вектор потенка направлен по волновому вектору, а это левая, значит, ну, вот эти левые волны обладают в целом разом необычных свойств. Ну, вот здесь вы видите, как отражается на плотной среде, значит, правая тройка векторов, значит, вот есть угол падения, есть отражение, Сашкова у нас учили, вот этот угол преломления. Так вот, для левых он выглядит так, что, значит, угол становится вот таким, как здесь нарисован. И, значит, вот он не сюда отклоняется, а уже за это вот. Значит, вот. Ну, и спрашивается, это, так сказать, ну, какая-то фантастика и изделие теоретиков, или все-таки это разумная вещь, когда мы используем уравнение Максвелла, но используем вот некие дистергирующие среды, некие, значит, резонансные... Эй, кто там? Делай. Резонансные контура. Вот. Если вот мы используем резонансные контура, вот хорошо видно, что, значит, в резонансных контурах, вот, значит, могут быть резонансы. И вот есть область, где эпсил и мю, значит, вот на этих контурах будет отрицательная. И вот если у нас в плазме, в нашей гетерогене, в котором есть наночастицы, значит, задать такой вопрос, а есть ли там, могут ли быть там вот такие, значит, наночастицы, которые претендуют на эту роль? Вот это я хочу дальше вам проиллюстрировать. Значит, вообще-то эти контуручки, так сказать, это могут быть какие-то вот такие петельки, это могут быть простейшие вещи. Это вот, ну вот здесь вот показаны серии этих контуручков. Значит, просто вот, допустим, проволочено согнутое вот таким вот образом. Это достаточно. Или вот вообще вот такая вот много-много столбиков, так сказать, наночастицы в виде столбиков. Или скрученные вот это вот, мы знаем, что есть там двойные, тройные, значит, нанотробки. Значит, все претендует на роль того, чтобы вот эта электродинамика стала абсолютно неожиданной для точки зрения выделения энергии и транспортировки энергии. Вот смотрите, достаточно иметь линейную систему, вот плоский лист, значит, вот этот вот плоский лист, от которого, значит, отражается левая волна, она, значит, если вот эти вот, значит, эпсиломио меньше единицы, то есть, ну, это вот, допустим, нано-напыление. Я сейчас покажу дальше, что я, это не моя фантазия, это экспериментальный факт уже, установленный хорошо. Значит, такие пластинки могут выполнять роль линзы. Вот от них, так сказать, по той диаграмме отражения, которую я вам показывал, можно сделать вот даже телескоп, который будет собирать этот источник в другом месте, значит, и будет работать, как обычная собирающая линза, но не нужно здесь никакой линзы, здесь достаточно иметь плоские структуры. Вот. Ну и такие структуры были созданы, вот обратите внимание, вот здесь на, значит, подложке выложено слово нано, значит, а дальше идет тоненький слой ПМА, и, ну, это нанометры, это наноструктуры, нано-напыление, и, значит, вот слой, значит, серебра. Дальше вот этот фоторезист, который позволяет на вот эту вот надпись сделать из, там, миллиметровых размеров литографию, сделать сверху маленькое изображение вплоть до нано-размеров. И вот с помощью такой простой оптики, вот вы видите, на фоторезистре, значит, действительно были сделаны, там, вот здесь, если вы посмотрите, «Зет» идет в нанометрах, так сказать, вот, ну, слово нано выложено, хорошо, контрастно, ясно, значит, ну, в общем, таких книг по, значит, нано, вот, по методам материала, мы сейчас много, значит, вот здесь часть из них, вот наши деятели, наши, мои коллеги Логарьков, вот кисель, тут вот они обозначены, значит, вот. Ну и вторая, там, вещь, которую я хотел затронуть, это вот где сейчас применяются вот эти вот нано, или там, лучше говорить, метаматериалы, потому что в СВЧ-диапазоне это можно делать руками, эти контурочки, они маленькие, миллиметровых размеров, называется «man-made materials», то есть, значит, материалы, которые сделаны человеком, значит, вот. Ну, а для наших реакторов, где рождается в режиме онлайн, вот, когда идут процессы, там, растресканья или, там, вот, плавления, вот, то, что в гикеле-водородных реакторах с образованием, там, гетерофаза, вот, значит, вот, фазовые превращения идут, где, вот, действительно, значит, гетерофаза играет важное значение, возможно, играет здесь вот не только поглощение, о котором вот я говорил, но и даже передача энергии вот в этих метаматериалах. Значит, вот, ну, достаточно сказать, что вот такая простая система, которая, вот, допустим, если есть нано-материалы в реакторе, то можно сделать такую излучающую систему, которую во вне не увидите, как бы там ни смотрели вы эти самые волны левые. Почему? Да потому что, значит, в обычной антенне у вас, для того, чтобы электромагнитная волна подействовала, она должна на чего? Подействовать на электроны, в металле. Электрон двигается, по-моему, по электрическому полю, значит, а магнитное поле ему не препятствует. Если вы детально вот посмотрите на эти, значит, как выглядит взаимодействие электромагнитной правой волны, значит, в нашем мире, то все нормально, так сказать, электрон будет двигаться вдоль, так сказать, направления вектора электромагнитной волны. Вот. И тем самым обеспечивает разделение зарядов, будет, так сказать, антенка будет работать. А вот, когда вы возьмете этот дипольчик и попробуете принять левую волну, а ничего не получится, потому что у вас магнитное поле, наводимое движущимся электронам, оно будет попротив направлено магнитного поля, которое будет в левой волне. Он тормозить ее будет. То есть, это не будет, значит, приемная антенна как таковой. Но, если вы возьмете приемную антенну в виде, значит, необычной антенны с нано-покрытиями, то вы можете сфокусировать эту энергию в эту вот точку, которая может находиться вне реактора, которая может, так сказать, случайно вот та же термопара может, так сказать, выполнить роль вот этого приемника, так сказать, с оксидной пленкой, со всякими там причмандалами. Значит, я фантазирую, вы извините. Значит, по крайней мере, вот эта вот фантазия, она сейчас воплощается в жизнь, и вот эти вот системы беспроводной передачи энергии на левых волнах, значит, которые не будут зашумлять эфир, не будут там влиять на экологию, они прорабатываются, и действительно, так сказать, вот это целое направление. Вот. Теперь вывод, какой я делаю. Я делаю, значит, ну, вывод простой. Значит, вернувшись к началу моего доклада, значит, вот мы начали это с чего? Я извиняюсь, Валерий Николаевич, на самом деле, так сказать, надо было начать с этого, а не кончить этим. Значит, вот мы обнаружили, это еще вот хорошая находка, которая в нашем эксперименте наблюдалась, что самые лучшие результаты по выходу энергии наблюдались только тогда, и только тогда, когда у нас вот возникали действительно, значит, вот в гетерогенной среде, а именно, вот, значит, водяной пар в виде мелких капелек и, значит, аргон, вот в этой газовой среде мы поджигали разряд и на электродах видели самопроизвольное, значит, вот генерацию релаксационных колебаний. То есть разряд из постоянного вот с помощью такой среды только всего лишь среды превращался в пульсирующий, значит, с амплитудой до нескольких киловольт, вот, и такие мощные сигналы, они позволили, там что-то заряжалось, потом резко разряжалось, они получили название реакционные, значит, вот, ну и если у нас средний ток был там один ампер, там, два ампера, то в импульсах оно могло достигать 10-20 ампер, еще 4 киловольта, так сказать, вот амплитуда этих молок, ну, представляете, это 40 киловатт импульсная мощность, но мы вот начали промерять вокруг реактора, где же это, с помощью обычных антенок, где же это излучение, а его нету, а на электродах оно есть, значит, так вот эти вот осциллограммы, ну, я не привел, ну, извините, так сказать, меня тоже заинтересовал этот момент, значит, а как же их регистрировать в окружающем пространстве, они тоже навели на мысль на том, что, вот, возможно, потеря вот этой, вот, охлаждение этой плазмы, возможно, значит, вот, излучение из этой плазмы, она играет принципиально важную роль, но думаю, что это излучение сосредоточено будет в, прежде всего, в ВК диапазоне, поскольку, поскольку температура плазмы в наших реакторах 4-5 тысяч градусов, значит, ну, где-то максимум вот этого излучения, это ВК области, значит, и все-таки, и, естественно, там где-то может заходить уже и в ультрафиолетовую область, то, о чем говорит Милс, и то, что мы меряем, так сказать, вплоть до рентгена может заходить, вот этот, вот, так сказать, вот пик вина, значит, излучение вот таких вот гетерочастиц, значит, которые, значит, ну, вообще-то нагретые, вот мы смотрели, излучают, как черное тело, именно эти частицы излучают так, вот, ну, и второе, я напомню, хорошо известный факт, который, значит, сталкивались многие, значит, исследователи в области холодного синтеза, вот, как правило, когда собираешь в реакторе, значит, пыль, эрозию, вот, электродов там, вот, в энергониве, в нашем реакторе, значит, Тархомов показывал, а еще раньше мы показывали, в МИФИ, мне забыл, вот, Миша, этот сам, Дима Баранов, может, подскажет, значит, как, как там занимался, значит, люди занимались, как раз, значит, электрическим разрядом в воде, значит, и наблюдали, самое интересное, вот эти вот структуры, как, значит, очень похожи на то, что я вам показывал, это как скорлупа, то есть шарики, идеальные шарики, очень маленьких размеров, там, от миллиметров до субмиллиметров, так сказать, микронных размеров, и эти шарики, как правило, полые, с дыркой вверху, то есть, ну, чем тебе не резонатор, абсолютно сферический, значит, с тонкой, с кожурой, так сказать, он реально, так сказать, образуется в этих, так сказать, реакторах, то есть, на самом деле, вот, сама пыль, она, мало того, что от наноразмеров и выше, там, формулируется, она еще и форма-то у него, так сказать, очень напоминает, вот, если вы посмотрите, так сказать, вот, с нашего реактора, мы как-то приводили, сравнивали эксперименты с нашего реактора под микроскопом, и то, что дает коронавирус, так сказать, они такие же, то есть, это вот некий, вот, сфера, скорлупа, сверху прорастают иголки, вот, поэтому вот работа с таким материалом уже, которые, так сказать, в холодном исполнении вылетели, значит, и могут храниться долго, на мой взгляд, представляет это вот будущее наших исследований, их можно продолжать, и нужно продолжать, и посмотреть, как действительно, вот, электромагнитные свойства, как они с точки зрения, вот, генерации, значит, левых волн подходят на роль излучателей и приемников. Ну, собственно, все, я закончил, вот, такое краткое, и мою гипотезу, не более того, значит, вот, вокруг только одного факта, за счет чего у нас может остывать так сильно, значит, плазменная струя. Ответа на этот вопрос до сих пор, значит, я ни от кого такого разумного, чтобы можно было проверить, не услышал. Спасибо за внимание. Анатолий Иванович, снимай свою презентацию. Друзья, я предлагаю, понимаете, вот, у нас, если мы все семь человек выступим, то получится как раз два часа, даже по 15 минут, если будем разговаривать, а вот Анатолий Иванович уже 22 минуты говорил, так? Поэтому давайте мы без обсуждения сегодня просто наберем информации. Я уверен, что если обсуждение в конце, если будет время, немножко там, может быть, обменяемся. Так, спасибо, Анатолий Иванович. И, Александр Георгиевич, тебе слово, твое второе выступление. Вывешивай свое представление. Включаю звук и демонстрацию экрана. Да. Так вот. Анатолий Иванович очень интересно рассказал об удивительных явлениях, которые наблюдаются при высоких частотах. Я поговорю условно о очень низких частотах. Хотя с высокими частотами мы, конечно, тоже сталкивались, поскольку работали с очень разными реакторами. Например, в реакторах плазинового электролиза очень сильные электромогнитные колебания возникают. это вот когда мы работали в Курчатовском институте с Юрием Николаевичем Бажутовым, то когда он включал свою установку, то все затыкались все установки, невозможно было работать в самых отдаленных уголках корпуса, в которых мы работали. Ну, а что-то в основном мы работали с некими водородными реакциями в нашей лаборатории. Но вот той аппаратурой, которую мы обладали, там особых каких-то заметных электромагнитных излучений мы не наблюдали, а что касается процессов низких частот, которые медленно развиваются, это все время наблюдалось и очень даже характерно. Ну, чтобы было понятно, о чем идет речь, я расскажу примерно, как устроенные реакторы, с которыми мы работали. Ну, вот видите, вот это топливо, ну, никель, который тем или иным путем насыщается водородом, никель, порошок никеля расположен в керамической трубочке, керамическая трубочка окружена нагревателем, ну, вольфроновый нагреватель обычный использовался, ну, и наружная трубочка керамическая или кварцевая, и все это заполнено водородом или смесью водорода и аргона, поскольку вольфрамовый нагреватель, он, если там окислительная атмосфера, он при высокой температуре быстро перегорает. Ну, еще, значит, контролировалась температура, ну, для контроля температура внутри, где она очень высокая, используются, значит, вольфрам треневая термопара, которая может до 2000 градусов работать, а снаружи использовалась обычная хромель-алюминиевая термопара. Ну, в первых опытах более простые конструкции использовались, там не было снаружи вот этой трубки, использовалась просто керамическая трубочка с топлем, которая окружена была чехралевым нагревателем, которая прямо на лодке работала. Ну, посмотрим, что вот реально мы выглядаем. А вот, а как было встроено схемы электрофитальны? Обычно использовались трансформаторы, коричная обводка, значит, коммутируемая, что-то позволяло увеличать разное напряжение, разная мощность нагрева. Ну, кроме для контроля использовались интерметры и ваттметры, непосредственно подключенные к отливателю. Ну, и на входе трансформатора использовались ваттметры и исчетчик потребляемый электроэнергии. Ну, информация записывалась на компьютер, чтобы потом можно было все это анализировано. Ну, что касается процесса нагревания. Нагревание в настоящем случае осуществлялось просто путем постепенного повышения напряжения, путем переключения обмоток до достижения такой температуры, когда начинались сверхединичные энерговыделения и в других случаях, которые я бы не сказал о них чем-то лучше, использовался режим поддержания определенной температуры. Ну, значит, термоконтроль, он выдает, когда достигается нужная температура, выдает сигнал на отключение электропитания, когда температура снижается ниже, заданное электропитание опять включается. Причем, здесь может быть режим как двух традиционный, то есть включено-выключено, ну, так и более сложные регуляторы, которые позволяют подводить температуру более плавно и регулировать ее более точно. Ну, проблема здесь возникает следующая. Во всех этих экспериментах надо знать точно, какая же энергия действительно потребляется в реакторе. если мы просто используем простой режим без включения и выключения, то очень просто умножаем напряжение на топ и получаем мощность нагревателя. Когда идет процесс включения и выключения, здесь уже мощность трудно определить, потому что когда подъявится определенная температура, определенной сложности между ими, можно использовать не измерение мгновенной мощности, а можно измерять расход электроэнергии за какой-то промежуток времени. Это тоже можно делать. В этом случае надо учитывать конечно потери трансформаторов. Это снижает точность измерения. Ну вот уже можно понять, что уже даже сам процесс нагрева приводит к тому, что процесс становится нестационарным. Происходит колебание температуры и меняется мощность нагрева. Но основные самые интересные явления они связаны с процессами, которые происходят с самым реакциям. Ну вот конкретный пример. Самый первый реактор, о котором я докладывал в декабре 2014 года, вскоре после того, как был опубликован отчет о испытании реактора РОСи в Луган. Это реактор достаточно простой, вот такая керамическая трубка с топливом, герметизированная, на которой намотан тверху шикарливой нагреватор. Ну вот так вот этот нагрев происходил в режиме постепенного повышения мощности. вот и что тут ну здесь вот еще изображен ход скорости счета счетчика Гейгера, но никаких аномалий не было, никаких эволюционных эффектов другими децессорами тоже не было выявлено. Ну вот как менялась температура по мере того, как происходил нагрев. Ну мы видим, что задается определенная мощность на реакторе, электронагрева, а температура вот видите, она вообще заметно функтуирует. Ну с чем это может быть связано? Я думаю, что это связано прежде всего с тем с процессами теплообмена с окружающей средой. Но если теплообмен путем лучшей впускания и теплопроводности более-менее стабилен, а вот конвекция, она имеет такой шумоподобный характер, вот обтекание потоками воздуха, горячего тела, оно приводит к хорошей температуре, вот так вот колебуется. Ну вот вам тоже неспецианализм такая. Но она имеет, не говорить о периоде, здесь можно говорить о характерном времени, но это характерное время, это минуты и часы даже может быть. Вот здесь показано, что было на последних стадиях работы этого реактора. Вот здесь показана мощность, как она ступеньками повышалась. Вот здесь еще тепловой коэффициент, то есть превышение никакого избыточного тепла не было. Когда мы подняли температуру до 1150 примерно градусов, температура 1150, здесь появилось уже хорошее выточное тепловыделение. Здесь тепловой коэффициент уже достиг почти двойки. А когда мы подняли температуру до температура поднялась до 1250 градусов, здесь вообще тепловой коэффициент до 2,7. Видите, что здесь примерно такие же ситуации идут, как и до того, как не было избыточного тепловыделения. Значит, все-таки более-менее стабильно вот это избыточное тепловыделение выделялось более-менее стабильно, но вот эти вот избыточные связанные подпеканием вызывают изменение температуры. А вот в конце появились такие уже колебания, почти, можно сказать, даже периодически периодом, там, 2-3 минуты. С чем это связано? Трудно понять, но, видимо, это связано с тем, что при увеличении тепловыделения избыточного происходит замедление процесса тепловыделения. если бы у нас непрерывно был рост, если бы рост температуры однозначно вызывал бы рост избыточного тепловыделения, тогда бы реактор пошел в разгон и все это очень быстро прекратилось. Пошел такой периодический процесс, который говорил, что этого нет. И вот в этот момент произошло перегарание электронагревателя и, что интересно, на протяжении 8 минут довольно большая избыточная мощность продолжала выделяться, смотря на то, что электронагреватель уже перегорел. ну вот этот реактор тоже следующая конструкция реактора, тоже ранний реактор, но в нем он имел несколько другую конструкцию, он имел длинную трубку, что позволило и маномик использовать, и хорошую дерматизацию сделать, вот, он проработал 4 суток, довольно продолжительный срок, но использовался использовался в данном случае режим поддержания базанной температуры, вот постепенно задавалась все более более высокая температура, здесь показывала мощность потребляемая, она тоже меняла точкообразие, то есть ступенчато, вот видите, вот здесь вот ситуации довольно большие наблюдаются, при температуре вот где-то 300-400 градусов, 400-500 градусов, ну я думаю, что здесь происходило следующее, что использовался для производства водорода алюмигезреглития, который был примешан к порошку никеля, как раз здесь происходил процесс выделения водорода из этого порошка и поглощение водорода порошком никеля, ну вот этот процесс где-то завершился и более-менее уже все стабилен до температур и температура вот пока не достигла опять-таки температура вот видите примерно 1150-1200 градусов и вот смотрите, что произошло вот режим поддержания температуры 1200 градусов и вот это 1200 градусов значит у нас поддерживается а требуемая для этого температура все время постепенно снижалась примерно в течение часа она снижалась и вышла на какой-то определенный более низкий вот это наглядно говорит о том что действительно появилось некое избыточное тепло которое компенсирует то тепло которое до этого надо было брать из электронагрева ну и где-то да здесь тепловой температура было где-то около двойки это продолжалось довольно продолжительное время вот как это на протяжении несколько суток протекало вот этот процесс о котором я рассказал он здесь заканчивается и вот идет более-менее стабильнее часто потом через несколько часов вдруг произошел такой скачок то есть та же самая температура но требуется более высокая мощность это значит вот на какое-то время эффективность реактора упала потом она восстановилась и потом вот такие участки стали все более более частыми и в конце концов эффективность реактора стала падать падать и вот здесь электронагреватель уже подгорел вот вот ну вот видите такие нестационарные процессы которые очень медленно происходят и я бы сказал непредсказуемо хаотично это конечно выплевляет работу такого рода реактора но еще вот я приведу пару примеров наверное интересный вот этот реактор такой который уже не просто был голенький он находился в калориметре в котором протекала вода и по нагреву воды можно было с достаточно высокой точностью в пределах 2-3% не более погрешность определять какая же мощность выделяется для работы этого реактора ну опять таки мы видим здесь работа работа происходила тоже в режиме поддержания неизменной температуры вот задавалась различная температура соответственно требовалась различная мощность для этого нагрева вот видите вот здесь показана температура вот она температура вышла на 1200 градусов в конце контроля поддерживалась неизменной а пока не было при более низкой температуре вот видите температура внутри мощность электронагрева и мощность теплоуделения очень хорошо совпадали то есть никакого избыточного теплоуделения не было когда температура достигла вот где-то тысяча примерно сто тысяч сто пятьдесят и раз видите то что регистрирует калорийность мощности при выделении становится заметно больше мощности потребляемой из электросети и тут тоже вот если посмотреть такая так вот происходит процесс выделения выделения электро выделения избыточного тепла видите что здесь вот такие процессы очень такие нестабильные несмотря на то что ничего не меняется практически вот здесь вот и мощность питания постоянная температура поддерживается постоянная мощность которая избыточная она сильно фруктурует при том даже вот в какой-то момент она спешкообразно подскочила чуть ли не вдвое на протяжении многих суток а все это продолжалось на протяжении месяца на протяжении многих суток было избыточное выделение на уровне 60 ватт когда до этого было где-то на уровне 30 ватт непонятно почему пожалуй таких особых причин не было для изменения потом опять избыточное тепло резко резко сотропилось но эти фруктуации продолжались и продолжались и до тех пор пока нагреватель перегорел ну и вот этот вот наш рекордный никель водородный реактор который проработал в 7 месяцев его тепловой цель достигал причины 3,6 а мощность избыточного тепла до киловатта и что характерно что он завершил свою работу не потому что что-то там перегорело или разрушился корпус а из-за того что просто он постепенно постепенно видимо исчерпал свои ресурсы и поэтому дало возможность оценить какой же величины действительно такие же такой же ресурс вот этого реактора который ментилеводородного реактора который создан оказалось что если отнести отнести к одной одному атому никеля то получается энерговыделение 2,1 мэра то есть явно это уже не химические масштабы а это ядерные масштабы ну и так вот ушел процесс довольно интересный здесь показано в начале работы тоже постепенно происходил нагрев причем этот реактор работал в режиме постоянной погладимой мощности мощность постепенно повышалась и пока мощность была не слишком большой и температура вот видите 800 градусов и температура внутри реактора и температура провода нагревателя были практически одинаковые они сливались а когда температура достигла величины до тысячи градусов более тысячи градусов температура нагревателя стала значительно больше температуры провода нагревателя внутри стала больше чем снаружи понятно что появилось излучное теплоуделение ну вот видите вот здесь вот она вышли на уровне теплового процента 1,2 в первый день работы этого реактора потом потом вот дальше что вот уже третий четвертый сутки работы реактора вот видите здесь уже тепловой процент постепенно постепенно увеличился и дошли к величине двойки и что в это время ничего не менялось он просто самопроизвольно увеличивался ну то есть происходило разгорание ну дальше вот я начал манипулировать мощностью начал повышать мощность видите сначала мощность что приводило вроде бы сначала повышение избыточного выделения избыточного пехла и соответственно теплового потом вдруг тепловое а потом избыточная мощность резко резко уменьшилась и потом опять начала lah возрастать И достигла, вот видите, величины 1 кВт, а температура внутри достигла 1800 градусов по Цельсию. Ну почему здесь такой провал произошел? Ну может быть это связано с тем, что здесь как раз эта температура, вплавление где-то никеля происходило, вплавление никеля и какие-то связаны с этим процессом. Ну и дальше постепенно вот этот вот высокий уровень температуры, высокий уровень обычного технического деления продолжался не так и долго, постепенно тоже произошло снижение и выход на какой-то некоторый довольно стабильный уровень. Вот это вот, значит, здесь показаны процессы на протяжении всех 7 месяцев. Вот видите, мощность электронагрева здесь практически одинаковая все время была. Температура внутри, видите, она довольно сильно менялась, несмотря на то, что мощность электронагрева поддерживалась постоянно. То есть выточная мощность, вот этот вот, вот этот вот скачок, он выходит с 6 десятых, выточная мощность тоже менялась довольно значительно. И тепловой коэффициент у нас, вот видите, сначала рос, 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 где-то примерно за месяц он вырос до почти 2, а потом стал постепенно-постепенно снижаться. Вот здесь вот я попытался, что касается давления, давление было меньше атмосферного, но постепенно упало до давления минус 0,8, то есть 0,2 абсолютной атмосферы. Здесь я попытался оживить, оживить немножко реактор, подбросил сюда водорода, но это мало что дало, значит, падение эффективности реактора начало продолжаться, вот он, эффективность стала падать, падать. Здесь я еще разочек попытался его подстегнуть, так вообще ничего не дало. И в конце концов, вот где-то через 7 месяцев после начала работы реактора, уже практически избыточного энерговыделения никакого не было. И реактора не прекратили, но его сломали, стали анализировать, какие изменения произошли, какие элементы появились, ну и что такое прочее. Ну это тема не сегодняшнего разговора, ну а на сегодня я хожу за кончу, никакой вывод. Ну вот видите, что эти реакторы, они ведут себя так, как они сами хотят, по сути дела, какие-то очень сложные процессы там происходят, которые выполнять довольно трудно на данном уровне наших знаний процессов. Ну вот такие дела, и то, что управляемых этих реакторов довольно слабое, вот это, конечно, мешает разработке устройств, которые можно использовать для этого направления. Ну, спасибо, наверное, все, что я... Спасибо, спасибо, Александр Георгиевич. Значит, ну вот, друзья, я хотел сказать, что у нас всего два докладчика прошло, а мы уже 50 минут, значит, вот, то есть по 25 минут, поэтому у меня просьба к следующим, кто там вот сейчас чужок будет и так далее, попробуйте в 15 минут укладываться, друзья, иначе мы там слишком переберем время, уйдем за два часа, это уже надрывно, я думаю, для людей будет. Хотя все очень интересно, вот, то, что Пархомов тут показывал, ну, например, подстегивать, вот то, что он, слово подстегивать реактор, и мы этим же занимались, вот, и, то есть, очень много похожих, очень много похожих поведенческих таких моментов у реакторов мы тоже наблюдали в своих экспериментах. Саша, спасибо. Чижов, Володь, давай, твое выступление. Сейчас я включаю микрофон и включаю. Микрофон, да, молодец, презентация загружена. Все пошло, да? Да. Так, как бы мне тогда, а, сейчас я вот так сделаю. Ну, на слайд-шоу, а, ну, вот так, да, молодец, да. Так, а почему она... Все-все, мы хорошо видим? Ну, хорошо. Весь экран, все, здорово. Да-да. Да. Ну, вот особенности колебательных процессов. Ну, исследования мной проводились на двух системах. Сейчас мышку запьет. На бургидрит натрия и алюмогидрит лития. Масса загрузки в реактор не превышала 10 грамм. Это по никелю 0,1 моля, а по водороду из расчета 0,05 моля. Ну, и температура процесса проходила где-то при 1100-1150 градусов. Вот, останавливаться подробно не буду. Тоже резистивный нагрев, муфельная печь, вот, с хорошей теплоизоляцией. Среда аргон. Досность поддержания температуры 0,1 градуса. Ну, я недавно делал вот доклад 3-го числа, так что здесь я тоже не буду останавливаться. Это никелевый реактор с микротермопарой и измерительной термопарой. Значит, и вот что показали колебания по бургидрит с использованием бургидрит натрия. Значит, это вот при 1100 градусов, начиная, где-то появляются очень резкие вот такие пики, которые достигают величины, если переводить вот эти милливольты в температуру, во прямом уровне, но так и настроен был, что он переводил в температуру, но на самом деле это милливольты, полученные на термопаре, от 70 до 20-30 градусов. Вот такие вот. Но достаточно редкие колебания. Значит, а вот алюмогидрит лития, система никель плюс алюмогидрит лития, катализатор, показал совсем другие эффекты. То есть частота колебаний достаточно большая была. А вот эти вот пики резкие, они составляли порядка от 7 до 15 градусов, не больше. А вот интересный момент для всех, так сказать, катализаторов. Если мы выключали ПИД-закон регулирования, который поддерживался, поддерживалась температурой 0,1 градуса, то у нас сразу колебательный процесс прекращался. И только после включения ПИД-закона, когда мощность начинала, так сказать, выводить на нужный режим вот этот вот задачи, колебательный процесс очень сильно увеличивался. А вот смешанный процесс боргидрит натрия и алюмогидрит лития показал, что колебания частота их стала гораздо больше, нежели алюмогидрит натрия. И колебательный процесс составил порядка 30 градусов, от 15 до 30 градусов. Это очень интересно. Но вот работа при постоянном токе еще была проведена. И сразу вот эти вот пики наши, они понизились до 2, меньше 2 градусов даже. Вот такие резкие пики. Собственно, я буду обращать внимание и попробую, так сказать, свое представление, сказать об вот этих вот резких пиках, которые, в общем-то, меня интересовали сразу. Ну, а чтобы не было вопроса, что это наводки какие-то идут, вот без реактора, и все термопары показали отсутствие колебаний. Вот было резкое остановление мощности, охлаждение, вот, а колебаний никаких не было. Вот несколько раз. Вот, так сказать, выключение мощности, вот это выключение мощности не показало никаких колебательных процессов без реактора. То есть, это все идет от реактора. Как объяснить, столь непонятный и очень интересный эффект, фиксированный резко колебаний вот таких колебаний температуры, вот эти пики. Но, имея большой опыт измерения прецизионной температуры исследований, и с расплавами, и с кристаллами, и измерения колебаний температуры на фронте кристаллизации, мне сразу было понятно, что это не тепловые колебания. Я связываю этот эффект с действием термопар странного излучения как магнитного действия, как магнитное действие. Вот это вот показаны здесь треки странного излучения на CD-диске. Такие красивые картинки мы имеем. Ну, здесь надо, наверное, напомнить о возникновении странного излучения, которое доложено мной на вебинаре от 0,3 марта. Суть модели заключается в следующем. Движущие силы всего процесса, который мы рассматриваем, это объемные дефекты, кристаллические дефекты типа двойниковых границ с катализатором. И второе – это образование магнитного кластера из темного водорода. Ну, модель темного водорода я уже тоже пояснял 3-го числа, просто сейчас напомню о ней. Это модель Закирепина-Баранова. Значит, это, в общем-то, вывернутый атом гелия, который имеет очень маленькие размеры, порядка 100 ферме. Как они показали, это усовершенствованный Йон Барута. И вот здесь вращение, сильное вращение двух электронов создает сильные магнитные поля. А что из себя вот схема, сама схема возникновения странного излучения? Дело в том, что весь процесс, так сказать, диффузии идет гораздо сильнее по объемным дефектам. И концентрация катализатора накапливается вот в этих объемных дефектах. Дефекты двойниковых границ в данном случае рассматриваются. Но двойниковая граница не имеет четких границ. Она все время меняет свои граничные условия изофотонной составляющей. Что приводит к набиранию энергии как со стороны электронов, особенно электронов, так как они самые легкие, и со стороны протонов тоже, но в тысячу раз медленнее. Набирая вот такие вот колебательные процессы, набирая энергии, происходит образование, дообразование мезоатома, который способен с вероятностью проникнуть сквозь кулоновский барьер в ядро никеля и произвести там трансформацию этого ядра. При трансформации выделяется нейтрон. Но нейтрон в данном случае вот этой активной среды живет не 14 секунд, минут, а сразу распадается на активный протон, который, собственно, и провоцирует образование вот этого темного водорода. И как только образовался этот первый темный водород, вот эти подготовленные, тоже энергетически сильно подготовленные электронные протоны квантуются, переходя в темный водород. И отсюда образуется вот этот вот кластер из темного водорода. И вот давайте рассмотрим схему, которая, так сказать, наглядно представляется в данной системе. То есть наши термопары. И вот при пролете сильного магнитного поля происходит действие на свободные носители заряда. Они разделяются, и мы отсюда видим вот это вот повышение этой температуры. Но происходить этот процесс может как с магнитной, так сказать, северный магнит вот здесь вот быть, так и южный, то есть и так, и так может производить. Ну и давайте сделаем оценку параметров данного процесса. А что можно взять за критерии? Критерием является, вот здесь у меня плохо видно, я не знаю, у вас видно или нет, вот это вот выражение из электростати. Видно, Володя, не волнуйся, видно. Пара умеется ку нау. Да, 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 да. Это, в общем-то, вот критерий, с которым нельзя поспорить. Это разделение заряда вот при вот таком потенциале. А потенциал можно определить из чего. Вот измерительная температура у нас показывала, почему я не микротермопару взял, здесь ошибка поменьше. По объему, площади можно посчитать. Она показала нам изменение температуры порядка 5 градусов. Если при 1050, там 1100 градусов, это порядка 43 милливольта, ХА показывает температуру, диаметр этого спая 2 миллиметра. А вот дельта, которая вот здесь вот фиксируется резко, это порядка 5 градусов, а это 0,23 милливольта. То есть мы вот эту величину знаем. И если мы найдем с вами заряд, то мы сможем определить, какая работа совершилась при данной ситуации. А заряд мы можем определить. Зная, что это в основном тут и никель, и алюминий, и хром, хром или алюминий, но в основном здесь никель 95%. Мы можем посчитать концентрацию носителей заряда, что и было сделано. И отсюда работа получилась. Вот такая вот совершается работа для создания вот этой вот разности потенциалов. Порядка 0,23, это 10 минус 4 вольта. Вот такая вот величина. 5,10 минус 3. Но здесь, так сказать, это как бы общая работа. А из эксперимента время действия на пик релаксации значит составляет порядка 0,1 секунды. И тогда работа, которая произведена странным излучением вот этим вот, она составляет порядка 5,14 во времени. И вот на этот критерий надо нам и ориентироваться. Ну, а вот сделана обценка магнитного поля. Значит, если мы знаем вот это ЭДС, 10 минус 4, вот эти вот 5 градусов дельта, 10 минус 4 вольта, то для того, чтобы определить вот это B, мы воспользуемся, так сказать, ЭДСом самоиндукции. Что она из себя представляет? Это изменение потока, скоростное изменение потока во времени. Дельта у нас из эксперимента 0,1 градуса. А вот этот спай 2-миллиметровый, он площадь нам даст порядка 1,5-2, 10,6 на 10 минус 6 метра квадратных. Отсюда мы получаем порядка 15 Тесла. Но для того, чтобы, так сказать, как бы по-другому еще посмотреть на этот процесс, дело в том, что вот эту величину-то я давно получил. Были сомнения вот из-за этой вот величины 0,1, то ли есть, то ли нет. Тогда вот по эффекту Холла можно еще посмотреть. Что из себя представляет вот этот вот эффект Холла? Это при прохождении тока, при наложении магнитного поля у нас происходит разделение заряда. И, значит, что в этом случае мы получаем? Это у нас вот известная величина 5,2,10,4. Это уже можно принять как Холловскую величину. Концентрацию носителей заряда из того подсчета мы знаем. Так сказать, вот заряд известен. И В-дрейфовое, оно тоже известно. Скорость движения носителей заряда в данном случае. И вот эта вот разность потенциалов, которые при 1100 градусах, это порядка 4,10 вольта. Тогда у нас вот здесь вот тока как раз и получается. А вот это вот расстояние, на которое надо развести эти заряды, это вот это А. Оно составляет 2 миллиметра. И в этом случае у нас получается 30 Тесла. Ну, вроде бы, так сказать, вот порядки совпадают. Можно сказать, одно и то же. В два раза отличаются. Давайте сравним энергетику магнитного действия. Ну, вот магнитное действие, как тут посчитать? Здесь, значит, у нас в данном случае можно через вот индуктивность, но индуктивность мы не знаем. Поэтому вот расчет был сделан через поток. Через поток и плотность тока. Вот. А отсюда, значит, вот 15 Тесла. Вот наша площадь 10 минус 6. И мы получаем вот такой поток. Порядка 3,10 минус 5 ВМ. А плотность тока, я уже, наверное, перебираю. Нет, еще не перебираю. А плотность тока у нас порядка 10 А. Вот. Но если здесь мы даже 30 поставим, то вот величина очень похожа на ту, которую мы должны ориентироваться. 5,10 минус 4 Джоури по электростатике. Ну, здесь тройка будет. Нет, 4. Но что в этом случае смутило меня и смущало? Вот эта вот величина, очень маленькая скорость дрейфовая. Вот это вот. Это порядка 50 микрон в секунду. Вот. И, собственно, я занимался много раз вот измерениями, холовскими измерениями. Время выдержки для того, чтобы вот эти потенциалы развести, ну, достаточно большое. Там порядка 40 секунд, там полторы минуты выдерживаешь для того, чтобы, так сказать, стабилизация вот устоялась, этот процесс. Вот. Ну, для этого я, в общем-то, провел эксперимент. Вот здесь сейчас я поясню. Значит, действие в магнитном поле на термопарной спайе. Ну, вы извините, конечно, что это удаленка. Вот. Это домашние, можно сказать, условия, дачные условия. Это вот прибор, а вот здесь вот термопарный спай находится. И сейчас вы посмотрите, что, ну, в общем, эстетика достаточно красивая получилась на красивой скальзерке. Слышно, Валер? Слышно, слышно, да. Ты фильм будешь показывать сейчас? Ну, немножко. Да, хорошо, давай, давай. Ну, это проверка температуры на магните, чтобы сомнений не было. Ну, ты комментируй немного, потому что мы же тут ничего не понимаем, что там происходит. Это вот магнитным полем мы действуем на кончик вот этого, на шарик вот этого, этой термопары. И вот мы получили вот это значение. Ну, вот сейчас интересно посмотреть на спад. А спад идет гораздо медленнее. Ну, давайте все. Значит, это прибор, и вот на шарик термопары подействовали магнитным полем. Пять Тесла. Не 15, конечно, не 30 Тесла, а 5 Тесла. И он показал, что он, да, действительно работает. У нас вот пошло увеличение вот этого. Почему такое большое поле-то у тебя? Откуда ты взял 5 Тесла? Дело в том, что я неоденную магниты собрал целую кучу. Кучку собрал их. Вот они. 5 Тесла – это гигантское. И поверил его. 5 Тесла – это гигантское, ты не соберешь. Элементарно собираются, если система делается концентрацией. Все это можно. Вот она, посмотри. Я тут ничего, я тоже думал, что я не соберу. Каждый магнитик дает 1 Тесла. 1 десятую. Вот они, 2 Тесла. 1 десятую. Ну, значит, 0,5 Тесла, извините. Но суть не в этом. Сейчас давайте дальше посмотрим, что получилось. Спад вот этого возмущения очень долгий был. Но эксперимент показывает, что по энергетическим характеристикам, как средним величинам, модель дает положительный результат. Но совершенно не выжаривает критики по действию реального полегательного процесса. По этой модели невозможно получить вот тот пик короткий, который мы видим. Есть фиксированные термоплоры спая. Ну, наверное, здесь надо учтем то обстоятельство, что мы имеем дело не с традиционными какими-то вещами, а с нестандартным таким вот непонятным процессом и странным излучением. Непонятным излучением. И как же можно тогда объяснить? А вернемся к модели возникновения странного излучения. Мой доклад от 3 марта, где сделана оценка параметров класса странного излучения, состоящего из темного водорода. По-моему, все-таки одна Тесла, извините. И вот что показывает оценка, показала оценка. Это вот из эксперимента взята энергетика 0,3 терра или крон-вольта. Тогда концентрация носителей темного водорода, концентрация вот в кластере темного водорода должна здесь шестой быть. А вот диаметр его, вот этого кластера, или объем. Объем это значит порядка 0,1,10, минус 10, 0,1 ангстрема. Вот его объем. А если вот так вытянуть его, то там меньше 0,1 ангстрема получается. Это я все докладывал, и были вопросы, я ответил на них. И предлагаю рассмотреть другую модель формирования пика на термопарном спае, когда кластер странного излучения влетает в сам спай термопары. И вот здесь вот рассмотрим два варианта. Я не знаю, вот первый вариант. Сейчас не обращайте пока на цифры. Внимание, первый вариант и второй вариант. Первый вариант – это когда у нас северным полюсом входит в спай наш темный водород вот с таким маленьким размером и достаточно мощным магнитным полем. А вот желтым – это показано без действия странного излучения. Вот он спокойно, ток вот такой у нас, а электроны двигаются в противоположную сторону, как положено, от плюса к минусу тока, а электроны от минуса к плюса ведут. Это вот желтенькие вектора. Вот они, ровненькие желтенькие вектора, которые при данной температуре работают. Но как только мы начинаем действовать с одним направлением поля, то у нас вот этот вектор черный, он настолько мощный получается, что электрон начинает двигаться в обратную сторону. Раз из потенциалов становится вот отрицательный. То есть у нас получается ЭДС самоиндукции вот с отрицательным знаком. А когда у нас другим полюсом входит, красным полюсом проходит, это уже другой процесс мы рассматриваем, второй вариант. То здесь наоборот. В общем-то действие происходит, как бы дополняя его. И вектор уже вот этого, он достаточно большой становится. И здесь мы уже имеем положительную добавку, так сказать, вот этого ЭДС. Ну а если вернуться… Я, наверное, перебрал уже, Валерий. Ну, Володь, да, давай, сворачивайся, минутку давай тебе добавим, так. Давайте, да. У меня, конечно, побольше здесь. Вот если бы возьму 15 тесла и примем вот эту вот среднюю величину, которую мы получили, полтора, десять минус четвертой секунды, то тогда плотность энергии вот этого нашего кластера и энергии магнитного поля кластера при объеме его десять минус тридцать третий метр кубических, ну, десять минус одиннадцатый у нас размер его, а в кубик, если мы соберем, это в кубик надо возвести. Десять минус третий. Тогда вот эта вот плотность энергии кластера просто гигантская должна быть, и она есть, наверное, для того, чтобы создать вот эту вот среднюю, так сказать, подействовать на вот эту всю площадку, чтобы получить вот эту вот ЭДС, вот этого. Вот. Десять двадцать девятой джоуля. А время действия на спай при 50 километров в час, которая определена, порядка 50 километров в час, которую определил Урускоев, составляет порядка десять минус четвертой тогда будет, вот чтобы пролететь вот это вот. Вот. Ну, вот я созвонился с Леонидом. Он говорит, я не очень уверен, это давно все-таки было, может быть, там. Ну, вроде бы как подтвердили, так сказать, иностранцы, что скорость действительно небольшая, он заинтересовался этим. Но он из эксперимента вот это определял. И таким образом можно объяснить вот такие вот резкие пики действием вот такого. А классическое действие здесь не подходит. Ну, а здесь я хотел еще показать вот формирование трека странного излучения и модельных представлений и его возникновения. Очень интересно. Посмотрите. Володь, ну, это же уже к нестационарным процессам. А давайте вот посмотрим. Вот магнитные шарики я взял. Ну, ты давай комментируй немножко хотя бы. Сейчас давайте послушаем, прокомментируем. Тут есть комментарии. Даже комментировать не надо. Ну, и давайте посмотрим. Спасибо. 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 Давай, заканчивай, потому что уже сильно перебрали вообще время. Ну тут понятно, слепилось в шарик, это понятно. Который является вот этим поршнем, который затягивает сюда воздух. Вот чего я хотел показать. Формирование вот этого... Да, все, я закончил. Колебательные процессы, объясненные из темного водорода и двойниковой границы. Две модели использую. Выражаю благодарность сопроводителям московского завода ФИСПРИБОР, Сергею Глову и Исафонову, руководителям, за поддержку проведения представленных исследований. Спасибо за внимание. Спасибо, Чижову. И, значит, слово... Андрош, your move, please show your presentation. А как мне выйти, Валерий Николаевич? Ну, у тебя там красная должна быть такая. А, остановить демонстрацию, да? Все, все, все. Андрош, окей, we see your presentation. Okay, I will go full screen. Okay. Okay, do you see now the whole screen? Yes, full screen. Okay, so my presentation is called temperature controlled oscillatory and runaway processes. Here is the picture of the reactor that we have been using, and we had a metallic fuel. So in contrast to what Mr. Klimov said, our reactor is special because we did not have hydrogen or deuterium, only maybe trace amounts. So in our fuel, we had 10-15 grams of copper nickel alloy. This was constant time. And between half and one gram of lithium. And this was assembled in air. So there was trace amounts of moisture, but this was done during winter and there was a low, low moisture content in the air. So this fuel was metallic pieces and also no nanostructuring. This was enclosed by welding in metallic container. We had two types. One type, we had iron-chromium alloy. The other type that was at higher temperature. We first had a steel and then molybdenum container, so double encasing. Now our operating program was temperature cycling. So we did not have a constant temperature, but we went up in temperature by heating and then let it drop and up again. So it was an oscillation that we did. And the oscillation was between 1240 Celsius and 1300. So it was that regime which Mr. Parker was presenting. And here you can see our reactor. So this is our container with the fuel. We had one thermocouple that was quite close to this fuel above it, another thermocouple further away. And this is the heating fire. And the reactor was either under nitrogen flow or argon flow in different experiments. Okay, so here you can see the evolution during temperature cycling in our best run. The gray is the calibration. There was no fuel. So you can see that we heat up to 1300. It let it cool, heat cool. And the gray curve is just oscillating always up to 1300. And the red one was when we had a fuel. So first it behaves same as calibration. Then at one point, we have a start of exothermic reaction. So in this case, we also turn off the heating at 1300. But you can see it is overshooting. So in every cycle, the temperature is overshooting up to about 1325 Celsius. And then the process ends when the heating wire burns out at some point. So this is about two, three hours duration here. Okay, so now a better view of this is to overlay cycles on the top of each other. So these are the heating phases. So in the beginning before continuous reaction, we had this rate of heating. And after the exothermic reaction started, you can see that the heating is much faster. So this is the part where the the excess heat is produced. Then here is the cooling phases. Before the reaction starts, this is our cooling curve. And after the reaction starts, you can see that first it's overshoots, and then it cools down. So the average of the excess heat was measured about 300 watt. So this is about 30 watts per gram of fuel. And what is also interesting, I think in this case, is that here, the dynamics is quite stable. So I think this system is looks reasonably well controlled, because you can see that different phases, they overlap quite well. So that looks like a stable operation. So this is oscillation that we intentionally did by heating on and off. And we were also measuring radiation during this temperature cycling. So you can see that during calibration, we had a microwave, no, not microwave, yes, microwave spectrum in the megahertz radio frequency at minus 56 decibel. And when we had the reaction ongoing with heater off, then we had minus 51 and a half decibel. And the power spectrum is flat. So this emits some kind of RF radiation with a flat power that could be, for example, breaking radiation. We don't know the source, but breaking radiation would give you this kind of spectrum. So what is interesting to note about this RF power emission is that it is much higher during heating than during the cooling phase. So that means that somehow it's similar than what we observed with the heating, because in my analysis, also the heat production was faster during during heating than during cooling. And same for RF that RF is also higher during heating than during cooling. We also measured gamma radiation, but we did not detect any gamma radiation, the spectrum was same as the background. Also, we had some occasional temperature jumps that are picked up by the thermocouple. So here you can see an example that this is a slow change in the temperature, and then suddenly temperature jumps almost 10 Celsius and then goes back. Now, based on Mr. Chishov's presentation, we, of course, have to question ourselves, you know, is this a real temperature jump or is it some strange particle that was flying into the thermocouple? This is a big question. Here is another example. You can see a continuous heating and then a temperature jump here. And the power heating power is, of course, the same during this process. Now, the previous slides were showing the stable operating regime, but also just by increasing temperature, the reactor can go into a runaway mode. So here is a slide of that. So we were just increasing the temperature with constant power and the heating curve goes more flat just because as temperature goes up and there is a faster cooling. But the heating power was actually the same. And these two curves are the two thermocouples. So one thermocouple is more close to the reactor. Other thermocouple is more far from the reactor. And then you can see that at some point you have a process that is starting this kind of oscillation process. And in my opinion, this oscillation that you see here is a radio frequency noise. The reason why I think so, you can see that it's very synchronized between the two thermocouples. So this is not the effect of any kind of particles because if this would have been caused by some strange particle, then you would see different pattern on the two thermocouples. But two thermocouples are synchronized. So I think this is some kind of a synchronized emission of radio frequency noise. And then you can see a noise peak here. So the the heating wire breaks at this peak. And we also measure the spectrum. I don't have it shown here in the slide. But the spectrum measurement also shows that it's a flat radio frequency spectrum that is emitted. So same as before. So it could be a breaking radiation. And you can see here that after the thermocouple breaks, I have here a dashed line. The dashed line is showing where the heating wire was breaking up. So you can see here that there is still some excess heat flow that is picked up by the thermocouple that is next to the reactor. The other thermocouple shows already falling temperature. So this is, again, a signal of excess heat that is coming from the reactor. Now, what is different about this runway regime is that in this case, the Geiger counter did pick up gamma radiation, and the Geiger counter reading was about 40 times higher than the background during this period. So this is about 5-10 seconds that the Geiger counter was showing this radiation background. And after when it started cooling, the Geiger counter went back to the background. So this is something strange and interesting to understand. We, of course, don't know what happened. But I think it's very important to note that everything here is temperature controlled. So all these changes between different regimes, they are controlled only by temperature. Of course, the temperature has a big effect to the phases that are inside. So the fuel that we had, this copper-nickel fuel, it has a continuous melting between 1200 and 1300 Celsius. So below 1300, when we were in the stable regime, then we had different phases. We had solid and liquid phase of copper-nickel fuel, and we had a continuous transition between solid and liquid phase. And here, above 1300, everything is liquid. Moreover, the lithium boiling point is 1330. So in this unstable regime, we are getting to the lithium boiling point. I don't know if that is relevant or not. These are all speculations, and it will be interesting one day to understand what is exactly happening that causes this runaway. Now, in some experiments, the runaway also has an effect on the container. In some experiments, the container stayed just as it was before. But in some experiments, when we raise the temperature to 1350, you can see that the container has opened up. This is a molybdenum container that we have here. And molybdenum has melting point of 2600. And also, we had a calorimetry in this case. And the calorimetry has proved that the temperature was not raised anywhere near the melting point. So there is some unexplained process. So there is some unexplained process that looks like it melted the molybdenum at a lower temperature. And this is a mystery. What caused this meltdown of the molybdenum? This is from another experiment. Here we had the iron chromium container. And you can see that some process looks like made a metallic geyser, I call it metallic geyser, that erupted from the iron chromium container and then it froze. So this is the frozen metal geyser. And maybe these two processes are the same. So this is a question of what is causing these events that look like meltdown of the metals at a lower temperature than the melting point. And how is that related to all the phenomena that I was showing in the previous slides? So that is the end of my presentation. Thank you for the attention. Andres, thank you very much. Thank you very much. Andres, what... Andres, I wanted to say some words about your presentation in Russian. Okay. But in organizing of your presentation. Not the main ideas, but on organizing. Вот я хочу сказать, что Andres внимательно прочитал мое объявление о проведении вебинара и понимал, что нужно уложиться в 15 минут. Вот он уложился в 14 минут. А вот наши русские, значит, российские исследователи, они вот читали, что-то читают, но по 20-25 минут. Вот различия. Andres, thank you very much for your presentation. Very interesting. Так, спасибо, Andres. Сергей Годин, пожалуйста. Так, Бычков пошел вместо Година, я так понимаю, правильно? Володь, включи, пожалуйста, звук. У тебя звук выключен. Я случайно нажал, я пытался... Вы меня слышите? Мы тебя слышим, но я просил сейчас Година выступить, но пошел ты. Хорошо, давай ты, раз ты уже презентацию... Володь, включи, включи, включи свой микрофон и давай свою презентацию, так? А Годин, ну... Это Годин, это Годин, это моя презентация, просто я тут с этим звуком никак не могу управиться. А, хорошо, тогда... Можно мне видео включить и звук, что-то я тут никак... Володь, выключи тогда. А, все. Бычкову надо выключить его презентацию. Да. Володь, Бычков, выключи свою презентацию, она у тебя включена. Нет, мне кажется, это моя презентация. Нет, 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 это не твоя. Вот, мне показывает, что мы видим презентацию Бычкова. Володь, нажми на красную клавишу, закрой свою презентацию, пожалуйста. Пока ничего не видим. Ну, подожди, сейчас он закроет свою. Он внедрился, да, Бычков. Вот он ее закрыл. Теперь, Сереж, ты включай свою презентацию. Ну, попробую, да. Сейчас, 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 сейчас. Па-бам. Па-бам-па-бам. Так, а где она у меня? А, вот это вот. Па-бам. Спасибо. Так, просмотр. Полноэкранный, да? Ага. Ну, давай полноэкранный, да. Ну, да. Попробуй, попробуй, попробуй в 15 минут уложиться. Да, попробуй, только я прошу прощения, у меня тут шум, да, я не могу избавиться, потому что дождь стучит по крыше, и это как бы стихийное бедствие, а я нахожусь в самом тихом месте лаборатории, там в других частях еще хуже, там еще более шумно. Ну, это не страшно, почти не страшно. Да, да, хорошо. Значит, я бы хотел вот вернуться к тому, что Валерий Николаевич вначале изложил, что я упоминал в РУДН некие процессы, которые связаны с радиочастотным излучением. Это было на конференции в 15-м году, это была 18-я конференция, вот, и там я упомянул, это в Миссури была конференция, и там я упомянул несколько работ. Это работа Кидвала, Виоланта и Танзела с Хагельстайна. Вот. Коротко, значит, что я могу сказать, что радиочастотная эмиссия, она не всегда коррелирована с теплопродукцией. Бывает, что есть максимум теплопродукции, а радиочастотная эмиссия там возникает через некоторое время или вообще не возникает, но в большинстве случаев она сопровождает ее. Вот. Разные исследователи отмечают разные спектральные плотности. Некоторые отмечают максимум спектральной плотности в районе нескольких мегагерц, некоторые отмечают 30-60 мегагерц, ну а некоторые уходят вообще в гигагерцовую область. Вот. Давайте я напомню, значит, эти работы, а потом дальше расскажу, что было у нас. Вот кидвал. Так, кидвал. Значит, тут обычный электролиз, катод, палладий, и вокруг всего этого дела, да, возникает радиоизлучение. Вот спектр дан такой, спектр радиоизлучения, где 4,8 мегагерца. Мерилось все это обычной катушечкой, которая вставилась на провод, питающий катод. И в процессе, как бы, работы, в процессе насыщения водородом, да, отмечалась достаточно хорошая эмиссия радиочастотного излучения. У Витория Виоланта показано было, что избыточная мощность сильно связана с поверхностью электродов и может иметь резонансный характер в зависимости от того, какие структуры на этой поверхности. Здесь не хочется упомянуть Анатолия Ивановича, который метаматериалы упомянул, который предложил Веселага еще, там, по-моему, лет 30 назад или 40 назад. Вот, может быть, это имеет место быть, и вполне возможно, что такие резонансные структуры образуются, и они достаточно сильно сказываются на радиочастотной эмиссии, да, и на получении тепла из реакторов холодного синтеза. Вот, Виоланта отмечает, что у него максимум излучения возникает в момент выработки избыточного тепла, но может и наблюдаться также без выработки. И он использовал спектроанализатор достаточно широкополосный и исследовал частоты в диапазоне от половины до одного гигагерца и от 79 до 81 гигагерца. Вот на следующей странице. А, что еще хотел сказать. Значит, Виоланта предложил некий такой интересный способ построить импедансные диаграммы для различных образцов катодов, которые используются в экспериментах. Вот тут справа на картинке видны, что несколько импедансных диаграмм для разных образцов катодов. И оказывается, что даже такая простая структура, как катод, но с разной поверхностью, может обладать разным импедансом на различных частотах. Мне представляется это очень интересным методом для исследования катодов и для их классификации. Какие катоды работают, какие катоды не работают. С тех пор, с 2015 года прошло уже 6 лет, но я не знаю, насколько сильно получил этот метод развития или нет. Как бы больше я его нигде не упоминал. Возможно, работы ведутся, но они не публикуются. Так, что дальше? Дальше вот тот же Виоланта приводит спектр, когда слева у нас фоновый спектр в диапазоне от 0 до 1 ГГц. И справа вот спектр при работе одного из образцов. Здесь паладивый катод загружался водородом, да и в момент загрузки наблюдались частоты в районе 300-400, может быть, 450 МГц. Далее они использовали некий прибор, который, как бы назвать его... Сереж, а сколько это микроватт? Масштаб бедствия. А у этого очень мало. Ну, вот смотрите, там, скажем, если... А тогда грош цена этому делим. Да, я согласен. Анатолий Иванович, да, человек... Я согласен, что мощность в радиочастотном диапазоне излучается достаточно маленькая. Но давайте... Мы же не видим весь радиодиапазон. Мы вот видим, у каждого исследователя есть свой прибор. Он его использует. У кого-то есть широкополосный осциллограф, у кого-то есть спектроанализатор. Вот. И каждый смотрит свою область частот. Вот у Виоланта был прибор от 1 до 1 ГГц и еще в районе 70-80 ГГц. Вот они в этом диапазоне и смотрели. Если сравнивать мощности, ну вот смотрите, значит, ну, в среднем 90 дБ, минус 90 – это уровень фона, да. Вот ихний уровень где-то, ну, 50 дБ. То есть на 40 дБ превышает уровень фона. Я считаю, что это вполне очень даже. Ну, во-первых, 60 дБ, 60 дБ, 20 дБ всего превышения. Ну, как считать? Я считаю, что если посмотреть по левой картинке, значит, минус 90 дБ – это уровень фона максимальный. Минус 90. А по правой картинке я вижу, что здесь минус 50. Значит, 90 минус 50 сколько получается? 40. По крайней мере, это достаточно серьезная цифра. Вот. Значит, ну, это то, что было, да. А то, что вот я хотел доложить, то, что мы недавно делали в Черноголовке, да, с Кудряшовым, она здесь присутствует. Значит, мы начали работать с металлическими порошками, ну, по образу и подобию Кагерера, да. И обнаружили, что эти порошки тоже излучают в достаточно широком диапазоне частот. Ну, и стали исследовать там. Исследовали мелкодисперсные порошки, более крупные и прочее, прочее. И пришли к выводу, что с порошками, ну, практически во всех случаях, да, генерятся высокочастотные колебания. Притом колебания, которые мы не всегда увидим на осциллографе, то есть настолько они высокочастотные. Значит, что мы делали? Мы брали, значит, обычный шунт, ну, по закону Ома, да, и на нем мерили напряжение, и таким образом оценивали проходящий ток. И второй, мы использовали токовый датчик компании Tektronix. По сути дела, это токовый трансформатор. И попытались сравнить два этих сигнала. На один и тот же провод их вешали, эти два датчика, и смотрели, чем сигналы отличаются друг от друга. Вот, кстати, на картинке, да, слева вот здесь резистор 0,1 Ом расположен, а вот этот вот датчик токовый на провод одет, это Tektronix. Значит, что получилось? Вот, если рассматривать картинки слева направо и сверху вниз, это как бы временное разрешение разное. На верхней картинке левой 200 микросекунд в клетке. Вот на этой картинке, на следующей, 20 микросекунд в клетке. Следующая еще в 10 раз имеет большее разрешение, 2 микросекунды. И на последней правой картинке 200 наносекунд. Вот, желтый луч – это сигнал стокового датчика Tektronix. Хочу заметить, что по паспорту этот датчик имеет полосу пропускания в 120 МГц. То есть все высокочастотные колебания он должен был видеть. А что мы реально видим? Мы реально видим, что на датчике Tektronix высокочастотных колебаний нет. Есть хорошая, красивая и низкочастотная такая вот огибающая. И это огибающая также присутствует на датчике обычном токовом, на токовом шунте 0,1 Ом. Притом, хочу сказать, что токовый шунт 0,1 Ом, он хорошо согласован с кабелем. Там все волновые сопротивления подобраны до 50-омного кабеля. Никаких переотражений там не должно быть. И вот получилась такая небольшая загадка. Что вроде бы на одном и том же проводе, но один датчик нам показывает такую гладкую кривую, а второй показывает ту же самую гладкую кривую, но еще на ней накручены вот такие вот высокочастотные вспышки. Что еще хочу сказать? Что мы проводили разные трансмутационные, вернее, спектральные измерения элементов, которые получаются в этой установке. И нашли такую корреляцию, что когда у нас есть в установке высокочастотные колебания, у нас появляются дополнительные элементы. То есть происходит трансмутация. Когда у нас высокочастотных колебаний нет, трансмутации практически нет. Что, собственно говоря, дальше было выяснено. Делались разные предположения. Думаю, что это за колебания, откуда они могут взяться, да, и как они возникают. И механизм генерации не очень понятен, как в такой гетерогенной среде из воды, из разрядов и мелкого металлического порошка могут возникнуть такие колебания. Притом и в низкочастотной области, и в высокочастотной области. И мы пришли к выводу, что все-таки вот эти высокочастотные колебания, они являются электромагнитными колебаниями, которые просто проникают через оплетку кабеля. Вот, к слову сказать, рядом с установкой нельзя было ставить ни один нормальный осциллограф. Потому что они на расстоянии метра все сбивались абсолютно. То есть компьютер сбивается, осциллографы, генераторы. То есть вся наша аппаратура, она на кабелях немножко относится в сторону и работает в стороне. Потому что слишком велик уровень помех. Какой характер этих помех? Ну вот, высокочастотные импульсы. Эти высокочастотные импульсы проникают через оболочку кабеля, через корпуса приборов и прочее. Сережа, а полоса осциллографа какая-то не сказал? 100 МГц. Это Tektronix 100 МГц. То есть он хорошо согласован с датчиком. И кабель в согласованном режиме используется. Так что здесь все корректно. Вот, значит, к сожалению, у нас нет такого широкополосного спектра анализатора. Кстати, у нас была попытка заказать в Китае такую игрушку в спектр анализатор до 6 ГГц. Но почему-то это оказалось запрещенным товаром. И этот товар не разрешили нам купить. Просто достаточно дешевая игрушка в районе 150 долларов, которая могла бы показать нам спектр до 6 ГГц. От 30 МГц до 6 ГГц. Но вот это запрещенный товар почему-то в России. Ну, как бы взяли то, что у нас было. А что у нас было? У нас была такая, скажем, петлевая антенна. Вот здесь на следующей фотографии показана, как рядом с нашим реактором установлена петлевая антенна. Фактически это СВЧ-детектор. Он тоже хорошо согласован, 50-омный. Вот эта петлевая антенна принимает сигнальчик. Дальше он детектируется. И на осциллограф поступает уже чисто продетектированный сигнал. Значит, чтобы оценить спектр, ну, как мы пробовали? Мы брали сотовый телефон, обычный GSM-стандарт. Это 900 МГц. Ну, 900, по-моему, 1200 МГц. И он практически на этот датчик не влияет. Но зато очень хорошо влияет печка СВЧ. Вот печка СВЧ, эта штука чувствует очень даже хорошо. Значит, можно сделать вывод, что начиная, скажем, с 1,5-2 ГГц, этот датчик уже чувствителен к высокочастотным колебаниям. Значит, что мы получили? Ну, такая же, собственно говоря, картина. Есть у нас датчик тока на основе шунта. Это вот такой бирюзовый луч. И датчик на основе СВЧ. Детектированный СВЧ сигнал – это желтый луч. Вот опять по такой же методике есть сравнение. Слева направо и сверху вниз тоже. В разном разрешении. Вверху вы видите, это 1 мс в клетке. Потом 10 мс, 1 мс и 100 нс. Вот на 100 нс очень хорошо видно амплитуду этого высокочастотного СВЧ сигнала. То есть он достаточно огромен по сравнению с обычным сигналом. С томми герцовым, я не знаю сколько. Вот осциллограф его не в состоянии воспроизвести. Датчик СВЧ его чувствует. Значит, какой у него максимальный спектр? Ну, пока не могу сказать. Может быть, со временем мы достанем спектроанализатор и тогда точно проведем измерения. Хотя диапазон частот может простираться и в терагерцовую область. Поэтому тут нужен, наверное, целый набор приборов. Тут могут быть и терагерцы, и может быть даже и свет. Кстати же, некоторые исследователи отмечают свечение своих реакторов. То есть вокруг реактора, в частности вокруг энергонива, тоже свечение наблюдалось. Поэтому можно говорить и о генерации в видимом спектре, и даже в рентгеновском спектре. Ну, рентгеновский спектр, конечно, мы знаем, что из работ Анатолия Ивановича мы знаем, что рентгеновский спектр присутствует во всех этих электрических и плазменных системах, где используется электричество. А вот, скажем, где не используется электричество, вот, пожалуйста, есть такая работа. 1905 года сверхвысокочастотное излучение при горении термитных смесей. Вот было обнаружено, что в обычной стихиометрической смеси до оксида железа с алюминием генерируются прекрасно частоты 3,4 в районе 3 и 40 ГГц. Значит, человек имел тоже достаточно узкополосный прибор, и поэтому он анализировал две области, там, в районе 4 и в районе 40 МГц. Вот показаны, значит, его результаты. Притом, мощность, конечно, если брать интегральную мощность, мощность достаточно маленькая, но она на 4 до 7 порядков превышает тепловую мощность в этом же диапазоне. То есть это как бы достаточно серьезно. Вот при без всякого электричества, при горении опилок металлических, мы получаем СВЧ-излучение. И я думаю, что это не предел. Я думаю, что если бы у него был прибор более широкополосный, он бы обнаружил, естественно, еще и на более высоких частотах. Значит, этот же товарищ провел примерно похожие опыты с... Ну, я не буду говорить про вероятностный механизм, хотя, наверное, можно сказать, что... Основным вопросом, а за счет какого механизма физического это генерятся эти высокочастотные электромагнитные волны, вот он считает, что они генерятся за счет свободных электронов, вызванных столкновением с ионами и нейтральными атомами газовой плазмы. Когда вся эта область термитная превращается в газовое облако, и именно газовое облако является генератором такого рода излучения. То же самое, как в опытах Анатолия Ивановича. У него рентгеновские излучения максимально не между электродами находятся, а на выходе, где появляется большое количество нано-кластеров и прочих образований. Сереж, ну вот они ссылаются 150 электрон в вольт, они электронные пучки получали. Ты забыл упомянуть это? Электронные пучки регистрированы. Ну, правильно, но здесь просто горит кусок металла и все будет. Нет, но вокруг была внешняя плазма, в которой они намерили электронные пучки 150 электрон в вольт. Но они будут их генерировать. Да. Ну, это детали, как бы это можно опустить. Нам сейчас главное, что даже в простых процессах, горение металла и восстановление простых химических реакциях происходит генерация высокочастотных колебаний. Ну, я хотел еще дальше упомянуть, что этот же товарищ в таких же примерно процессах, но в процессе синтеза титан-бор, в реакции самораспространяющегося синтеза, был намеренный рентгеновское излучение. Примерно оценка энергии была сделана. Примерно это 5 килоэлектрон в вольт. Это очень хорошо совпадает с теми значениями, которые получаются у Анатолия Ивановича. Вот как бы схема, где поджигается маленькая кюветка с порошком. Этот порошок превращается в газовое облако. И в этой камере, при том вакуумной камере, стоят и детекторы, и фотоэлектрическая сборка, и стоит дозиметр гамма-излучения, который ничего не показал. А вот по засветке фотопленки, здесь под цифркой 8 она обозначена была, по засветке фотопленки они оценили энергетику. На фотопленку клали различные кусочки пластмассы, которые задерживали излучение определенной энергии. И примерно так удалось определить, что энергия этих рентгеновских квантов лежит между 4 и 7 килоэлектронов вольт. Ну, они взяли среднюю величину. Так, ну, в принципе, все. Я как бы постарался уложиться. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, ты на 4 минуты протянул, но... Это вопросы, это вопросы меня отвлекли. Вопросы отвлекли, правильно. Спасибо. Володь Бычков, пожалуйста. А ты снимай свою. Володь Бычков, давай свою презентацию. Бычкова что-то не вижу. Володь Бычков, ты слышишь меня? Включись, пожалуйста. Тебя и не видно, и не слышно. Я включил. Давай, мы тебя, ну, по крайней мере, тебя видим. Я просто спрашиваю. У меня презентации нет, но есть PDF-файл, который я мог бы раскрыть. Как это сделать? Какой? PDF или что? PDF, да. Он у меня на этом... Запусти его в Adobe Acrobat и выбери с экрана. Тебе все равно презентацию. С демонстрации экрана. Запусти сначала его в Adobe Acrobat. Сейчас открою. PDF, открываю. Так, открыл. А теперь что? А теперь идти в демонстрацию экрана. Сейчас иду в демонстрацию экрана. Закрыть. демонстрацию экрана. И выбирай твой PDF, который ты открыл. Ага, понятно. У нас с Федором Сергеевичем Зайцевым короткое, скажем так, сообщение, которое, скорее всего, является основной идеей. Это хорошо, что короткое. Спасибо. Мы в свое время выпустили книгу, я выпустил статью, в которой говорится, что если считать, что шаровая молния – это эфирное образование, и в нем энергия такая же, как может быть, которая излучает самый мощный лазер, то тогда плотность эфира получается порядка 10 минус 6 килограмм на метр кубический. А тогда 10 минус 6 килограмм на метр кубический. Если мы знаем плотность эфира, и мы можем это оценить, то тогда, используя классическую гидродинамику, а в частности, считая шаровую молнию сферическим вихрем, то можно, используя подход Лайцанского, оценить энергию, плотность энергии. Плотность энергии для средней шаровой молнии, оказывается, если мы используем 1,6 на 10 минус 6 килограмм на метр кубический, получается плотность энергии такого шарообразного вихря порядка 1,1 на 10 в 11 джоуля на метр кубический. Но с учетом того, что при взаимодействии с шаровой молнией не вся ее кинетическая энергия может переходить к объекту, значит, можно сказать, что шаровая молния, то есть энергия или плотность энергии шаровой молнии близко к наблюдаемым аномальным значениям плотности энергии. А дальше идет идея, которая родилась у Федора Сергеевича из совместной работы с Зайцевым, с Владимиром Александровичем. Из экспериментов известно, что Лерн сопровождается появлением заметных кратеров на поверхности электрода или кластера. Теория объясняет, вот была сделана теория и представлена у нас на семинарии в Рудене, объясняет образование каверн взрывным освобождением энергии Лерн в двойниковых границах, которое в зависимости от мощности взрыва может превратить к разрушению двойниковых границ. Многие двойниковые границы имеют форму колодца с выходом на поверхность вещества. Основываясь на поведении газа около ствола при взрыве из пушки, в резвисности и уравнении аэродинамики, механики эфира может заключить, что на выходе двойниковой границы образуется вихревой эфирный объект в форме тора или веретена. Объект в эфире может быть гораздо более устойчивым, чем в воздухе, так как эффекты вязкости, самодиффузии, теплопроводности в эфире являются крайне малыми по сравнению с аналогичными эффектами в веществе. Ну вот, теперь дальше. Таким образом, около двойниковой границы в эфире может сформироваться устойчивый вихревой объект, имеющий отличную от сферы сложную форму. Данный объект может вращаться как единое целое изначально или приобрести такое вращение при взаимодействии с веществом. Рассмотрим энергетику носителя страшного странного излучения на основе доклада Чижова «Странное излучение в камере Вильсона». На основе опытных данных им вычлена энергия, затраченная носителем странного излучения на создание типичного трека на CD-диске. Она оказалась 7,5 на 10 минус 6 джоуля. В этом докладе утверждается, что носитель странного излучения при рождении имеет энергию на 2-3 порядка больше, так как часть энергии носителя теряется до попадания на CD-диск при прохождении толстых довольно-таки переграф. Тогда получается, что энергия такого объекта будет 7,5 на 10 минус 3 джоуля. Данный вывод позволяет сделать заключение, что регистрация на CD скорее всего становится возможной после сильного ослабления энергии странного излучения. Заметим, что предположение носителя странного излучения как частицы или кластеры вещества не может объяснить его высокую энергетику и проникающую способность. Скорость протона, если оценить из Q0, которая получается из измерений Чижова, получается, что она равняет 4,2 на 10,12 метров в секунду, превышает на 4 порядка скорость света, что вряд ли может иметь место, так как двойниковые границы осуществуют условия для сообщения протону гиперсветовой скорости. Энергия может обладать движущийся со скоростью света кластер с массой 10,8 масс протонов, но прохождение такого кластера через металлические преграды, имевшиеся в эксперименте, вряд ли реально. Начальная плотность энергии носителя странного излучения, рассчитанная по воздействию на CD-диск без учета потерь при прохождении промежуточных материалов, равняется 1,8 на 10 в 11 джоуль на метр кубический. Эта величина близка по порядку величины к плотности энергии шаровой молнии. Такое соответствие энергетике, помимо привлечения аналогии с образованием вихря при выстреле из пушки, является дополнительным поводом для трактовки носителя странного излучения как вихревого объекта в эфире. Понимание носителя странного излучения как вихревого объекта позволяет объяснить наблюдаемые в опыте проникающую способность, необычные треки, их появление спустя некоторое время после окончания эксперимента. Соответствие шаровой молнии дает основание считать, что большая часть энергии носителя странного излучения запасена во вращении эфирного вихря, а не в его выступательном движении. Образование треков можно объяснить воздействием эфирного вихря, обладающего высокой энергией, со структурными элементами вещества. Сложная форма треков может возникать при относительно малой скорости поступательного движения вихря. В этом случае взаимодействие с преградой вихрь может резко менять направление движения по аналогии с отражением вращающегося объекта от препятствий. Необычный вихрь треков может быть также связан с вращением вихря как единого целого или его отличие от сфероида формы. Вихревой эфирный объект может проникать в вещество, прежде чем он может начать взаимодействовать с ним. Это раскрывает причины наблюдаемых внутри вещества треков странного излучения. Регистрация странного излучения после окончания возбуждения рабочего вещества в реакторе может связана быть с продолжением реакции двойниковой границы или длительным существованием эфирных вихревых облаков в виде объекта, имеющих малую скорость поступательного движения. Спонтанность интенсивности странного излучения на длительном промежутке времени может быть обусловлена в наложениях многих факторов, в том числе случайных. Лавинообразный проект активации двойниковой границы, разрушения части двойниковой границы, образования новых двойниковых границ, разнообразные внешние условия. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Львович. Я хочу сказать, что вот сейчас наверняка... Володь, снимай свою эту презентацию. Там красную кнопочку нажми, найди у себя на экране зома красную кнопку. Сейчас поищу, где она у меня. Так, сначала я и это закрою. Да не надо это закрою. А вот все, ты выключил, молодец. Я просто хочу сказать, что природа устроена хитрее, чем мы с вами устроены. Она допускает все процессы. Все мыслимые и немыслимые. Поэтому, может быть, и то, что мы сейчас вот только что услышали от Бычкова, может иметь место, и то, что мы слышали от Чижова, тоже может иметь место. И не нужно думать, что только тот процесс, который я там или кто-то еще придумал, только он и имеет место. Друзья, мы уже серьезно перебрали, но я попробую все-таки тоже пару слов сказать по теме. По теме. Бычков немножко не в тему. Я свою демонстрацию попробую включить. Так, вот я ее включил. Валер, а не перенести ли нам обсуждение еще на следующее заседание? А вот я это хотел... Чтобы не комкать. А я не обсуждение, я сейчас вот что-то скажу. А вот обсуждение, давайте мы, может быть, действительно, только через раз. Но это чуть попозже. Итак, вот я очень коротко, чтобы тут не занимать вас. Это рост осцилляции, у меня доклад, рост осцилляции температуры при электроподогреве никель-водородной среды во внешнем магнитном поле. Это компания «Инлис». Вот здесь вот внизу такой красивенький значочек. Баранов за телепин. Красивенький значочек. Дима Баранов нарисовал. Это, значит, наш логотип. А кто из вас инь? Это хитрый вопрос. Не знаю, так? Ну, хитрый. Я подумаю. Итак, вот смотрите. Вот так устроена типичная наша трубка. Мы пять лет занимались никель-водородными реакторами. Мы меньше, конечно, чем Пархомов понаделали реакторов. Но у нас тоже порядка, порой тройку десятков этих реакторов. Вот так выглядит типичная трубочка, значит, как мы ее называем. Вот здесь линейка. Это примерно 30 сантиметров. Примерно 4 сантиметра в диаметре. Это газоплотная керамическая трубка. Вот там, значит, концы заделаны таким образом, чтобы можно было водород подавать туда. И регистрировать, и подавать электричество внутрь. Вот это со спиралью маленькая трубочка керамическая. Внутри там этот никель новодорожный предварительно. И вот из вольфрама намотанная такая много, там порядка 10 Ом, что ли. Вот такая вот проволочная спиралька. Значит, вот наши эксперименты. Я хочу сказать, что я всегда критиковал, или мы там всегда критиковали, когда на основе измерений только температуры делаются какие-то далеко идущие выводы об энергетике. Вот об этом отчасти мы сегодня и поговорим. Дело в том, что температура, энергия, и даже они имеют различные размерности. И делать из одного вывод о другом – это очень неосторожно. Вот типичный вид нашей установки для измерения энергии. Это вот утеплитель. Такая большая коробка размером примерно метр на метр. А в ней внутри лежит другая коробка, вот поменьше. Примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров на 50. В ней мы помещаем вот эту нашу керамическую трубочку, как мы называем, с реактором. Вот так вот циркулирует вокруг этой, это называемая камерой нагрева. Вот так циркулирует воздух, который нагнетается вот таким вот вентилятором. И сюда попадает воздух, прошедший. Воздух охлаждает эту керамическую трубку. Попадает вот в этот теплообменник, водовоздушный теплообменник, по которому протекает вот так вода. Измеряя температуру, мы как-то что-то можем сказать, хотя бы что-то можем сказать об энергии. Потому что вошла холодный воздух, а вышел горячий, он здесь охладился, и опять холодный пошел снова сюда. В эту камеру, сегодня мы увидим такой вот коротенький эксперимент, мы помещаем постоянный магнит. Будем помещать, то помещать, то вынимать его. Вот камера из нержавейки, слабомагнитной нержавейки. И вот наверх этой камеры, на расстоянии примерно 10-12 сантиметров от трубочки, у нас будет располагаться неодимовый магнит. Мы измеряли с помощью приборов, измеряли магнитное поле на краю неодимового магнита. Вот я Чижову сообщаю. Там никакие не, значит, ни одна Тесла, а 0,2 Тесла. Вот у нас, по крайней мере, так было. Это точно 1,1 Тесла. Ну, у нас 0,2, ну, в общем, ну, никак не одна. Так вот, это, значит, куда-то все время курсор пропадает. Вот. А вот на расстоянии уже, значит, вот примерно 12-13 сантиметров от магнита, просто расчеты показывают, примерно 10 минус 4. Поэтому вот такое поле. Но оно все-таки больше, чем поле Земли. Но оно вот здесь вот есть, это поле. Друзья, я там вынужден открыть эту самую. Володь Чижов, пока минута. Все-таки 15 Тесла, если бы было в эксперименте, это мечта МГД, когда они, если были такие магниты, получение энергии из плазмы, это золотая медиа, ничего не стоит. 15 Тесла. Анатолий, Анатолий, сейчас вот соглашусь с тобой. Не, я не придумываю. Не, я не придумываю. Я соглашаюсь с тобой 100%. Друзья, друзья, Володь, Володь, Володь. Там микро Тесла, да. Володь, кончается. Я продолжаю. Володь, давайте, значит, вот прервем. Извините, что я оторвался. Жене открывал эту самую дверь. Вот в таких условиях иногда вставим постоянный магнит, иногда вынимаем 10 минус 4 Тесла вот на этом расстоянии. Посмотрим, к чему это приводит. Вот это все в реальности заснято. Вот это камера нагрева. Вот это вот магнит, это самая нержавейка слабомагнитная. Вот здесь вот помещена эта трубочка на керамической основе. Вот сюда вот к поверхности на состоянии более 10 сантиметров прикрепляем неодимовый магнит. А вот здесь вот в этой зоне располагается, значит, наш мифе с водородом. А вот это термопары. Их тут порядка 7-8 где-нибудь. Но вот несколько, значит, они тут рассованы по самому этому объему. Вот посмотрим, что получается. Вот смотрите, вот график. Внизу время в секунду, деленное на 2. Вот 4 тысячи, это значит 8 тысяч секунд прошло. Вот тысяча секунд, это значит 2 тысячи секунд прошло. Самплинг 1 в 2 секунды, значит, 1 самплинг. Вот температура по этой шкале. Вот здесь Фаренгейт. Мы пользуемся Фаренгейтами, потому что это более точная шкала. Вот здесь пересчеты для простоты шкала в Цельсию. Смотрите, мы начинаем с комнатной температуры. Дальше мы включаем нагрев. Температура растет. Какой-то уровень достигли. Дальше включаем, больший ток подаем нагрева. И температура повышается. Больший ток нагрева, больший ток нагрева, больший ток нагрева, больший ток нагрева, больший ток нагрева. Вот здесь достигли примерно 450 градусов. В этот момент, когда мы достигли, и видите, здесь полочка. Это примерно 6 тысяч секунд. Это 2 часа примерно достигается вот этот уровень. Мы в этот момент в камеру нагрева помещаем неодимовый магнит. Даже 2 неодимовых магнитика. И вот смотрите, что происходит. Температура сравнительно резко падает на 80 градусов Фаренгейта. Или примерно на 40 градусов Цельсия. И вторая очень важная вещь, на которую я хочу обратить внимание. В этот момент, вот смотрите, очень важно. Чем выше температура, тем больше осцилляции. Чем больше осцилляции на термопаре, тем больше осцилляции на термопаре. Больше осцилляции на термопаре. А в этот момент осцилляции вообще гигантские. Если вот здесь они достигают примерно 50 градусов осцилляции, то вот здесь они 30-50 градусов достигают. Вот в этот момент мы убрали магнит. Температура вернулась опять на вот эти 450 градусов. Ну, некоторое время подождали, и потом выключили, и она стала охлаждаться. Охлаждение тоже идет своим разным образом, но мы его сейчас разбирать не будем, потому что вот тут такие вот пики, мы их видим, если я это все растяну, то там очень своеобразный процесс. Вот не остывает обычным образом. Ну, там могут быть фазовые переходы и много чего еще, поэтому я сейчас этого касаться не буду, а немножко вот об этом пару слов скажу. Вот это вот участок, где вот здесь вот мы поместили магнит, а вот здесь вот мы магнит убрали. Вот осцилляции были маленькие, вот осцилляции стали гигантские. Вот температура упала на 80 градусов, вот она практически на 80 градусов вернулась назад. Те же самые примерно процессы мы наблюдаем и на другой какой-то термопаре. Вот здесь, ну, еще раз подробно показано, как вырастают амплитуды осцилляций. Если мы внесли, подчеркиваю, 10 минус 4 Тесла всего-навсего. Ну, тут вот интересная еще картинка. Здесь в другом пуске, но показано, что вот в этот момент мы вносим магнит и температура там падала у нас, а тут растет. А вот в другом месте, этой же самой трубочки, она падает. Симметрично происходит, но в холодной зоне падает, в горячей растет. Дальше вот на следующей полочке опять внесли магнит. Горячая температура растет, в холодной падает и так далее. Ну, тут вот я хотел что-то показать. И некое вот объяснение, которое можно здесь, оно очень важно. Дело в том, что я в свое время выступал у Бычкова на семинаре. Это было где-то года три назад. И я тогда еще заподозрил, может быть, 4 уже года назад, заподозрили мы с Барановым, что что-то там не в порядке с теплообменом. Вот. И вот здесь вот эту линию я хочу продолжить. Смотрите, вот такой схематический рисунок. Вот если вот это провод, по которому ток подается, это немного не соответствует, потому что там у нас вот такая спираль. Ну, для простоты, для понимания провод, провод нагрева, по которому мы электричество подаем, и он нагревается, он обладает большим сопротивлением. Вот это вещество, вокруг него располагается, никель плюс водород. Вот плюс температура, пусть температура вот этой никель-водородной среды, Т-никель, Т-никель. Вот здесь вот мы помещаем термопару. Вот так двигается воздушный поток, который охлаждает вот все это дело. И вот здесь мы помещаем магнит. Вот если мы... Вот так вот действует вектор поинтинга, который подает электроэнергию. Обращаю внимание, что электроэнергия очень важна в наших многих процессах. Хотя кое-кто вот сегодня уже говорил, что это не обязательно. Горение термитов тоже, термитных веществ тоже приводит к таким же странным вещам. То давайте запишем уравнение сохранения тепловой энергии для термопары. Вот оно здесь написано, что есть такое понятие в теплообмене коэффициент теплоотдачи. Вот теплоотдачи. Я здесь ни разу не видел, чтобы кто-то уравнение теплообмена написал. Я их вот второй раз пишу, один раз четыре года назад написал. Почему-то считается это ерунда, можно на пальцах. Ничего на пальцах нельзя делать, все надо записывать. Вот смотрите, коэффициент теплоотдачи, а вот это разность температур Т термопары минус Т воздуха. Вот это охлаждающий член. Второй член. Другой коэффициент теплоотдачи – это температура вещества никеля, водородного вещества, минус температура термопары. Наоборот, нагрев происходит. Здесь вот здесь минус, а здесь вот здесь. Это нагрев происходит. И плюс, давайте положим какой-то член, связанный с Е на H, вот с вектором поинтинга. Ведем просто такой домысел. И если это полочка, то это все равно нулю, стационар. Отсюда мы получим температуру термопары. Она определяется вот такой суммой, деленная на сумму тепла этих самых коэффициентов А1 и А2. Обращаем внимание, что мы почему-то считаем, что температура может меняться только, если меняется подведенное тепло. Верхняя часть. А вот я, верхняя часть вот этого отношения, обращаю внимание, что и нижняя часть этого отношения тоже, то есть коэффициенты теплообмена, если по каким-то причинам начинают меняться, то температура тоже начнет меняться. Измерять температуру – это совсем еще не означает измерять энергию. Вот надо это запомнить навсегда. Ну и вот еще раз напомню про эти осцилляции. Нет времени, к сожалению, надо еще к этому обращаться. Делаю выводы. Показания термопары зависят не только от температуры объекта, но и от температуры объема, на который подается энергия, но и от коэффициента теплоотдачи между термопарой и окружающей средой. Коэффициент теплоотдачи зависит от электрического и магнитного поля. Мы это только что вам показывали экспериментально. Термопара для работы в электромагнитном поле должна быть специально, дополнительно, калибрована. Вот это такой довольно важный вывод я делаю. Спасибо, я закончил. Ну у нас сегодня, мы уже и так перебрали два с половиной часа, Климов руку поднял. Толь, ну скажи, пожалуйста, что ты хочешь сказать? Анатолий Иванович, включай свой микрофон, ждем твоего выступления. Ты что-то хотел сказать? В формуле теплоты есть теплоемкость, она зависит от температуры, поэтому нужно считать через энтальпию. Олег, Олег, вы не правы, теплоемкость на полочку не влияет. Я сейчас не хочу делать это самое, как это, дискуссию. Валерий, я предлагал, я поднял руку, чтобы еще раз напомнить, что давайте обсуждение не комкать и перенесем на следующий раз, так сказать. Ну, важная вещь. Ну, мы тогда, мы тогда, Толь, я тебя понял. Мы тогда, значит, с Климовым Анатолием Ивановичем дополнительно обсудим, потому что у нас уже есть выступающие на следующий раз. Но, может быть, действительно, поскольку еще все будет свежо, то в следующий раз сделать обсуждение. Поэтому, друзья, готовьтесь, вот у нас будет видео вот этого всего дела, я всем разошлю, и к следующему нашему семинару, который будет через неделю, еще раз его посмотрите. И мы тогда еще два часа здесь поговорим и пообсуждаем. Вот, вот это, наверное... Анатолий, согласен с тобой, что там 0,5 Теслы, которую я наборку сделал. Спасибо тебе за замечание. Ну, хорошо, ладно. Но это не суть важная. На поверхности неодимого магнита на поверхности больше Теслы. Но это для эксперимента, понимаешь? Это не сказывается на расчетах. У нас уже перебор, Володя. У нас уже перебор, Олег. Все, все. Спасибо, не нужно это самое. Мы все обсуждения, и вот эти, которые сейчас очень важны, перенесем на следующую неделю. Перед тем, как следующую неделю семинар нам провести, чтобы он был эффективен, я прошу всех просмотреть видео, которое я вам сегодня, я надеюсь, разошлю. Друзья, спасибо, огромное присутствие было. Я видел, что все активно слушают, потому что никто почти не ушел. Почти никто не ушел. Спасибо, друзья, за сегодняшний вебинар. До следующей среды. Спасибо, я завершаю. Спасибо. 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 Спасибо.